Всем привет! Это подкаст О Май Бук, и с вами Юля, Аля и Артур. В этом подкасте мы обсуждаем литературу по саморазвитию, пытаемся адаптировать советы из книг в своей жизни и выяснить, что сработало, а что нет. Недавно в наших соцсетях мы опубликовали полезный пост о том, почему важно обсуждать прочитанные книги. И сегодня мы поговорим с той, у кого в этом огромный и интересный опыт. К нашему подкасту сегодня присоединилась Юлия Сухецкая, основатель культурного пространства Books Events и организатор литературных мероприятий. Юлия, здравствуйте! Всем привет! Спасибо, что сегодня присоединились к нам и обсудите с нами главную книгу сегодняшнего выпуска. Прежде чем мы начнем, давайте немного познакомимся, поговорим о вас. Не могли бы вы поделиться, как вообще у вас возникла идея организовать книжный клуб? С чего начинали? Конечно, поделюсь, но, во-первых, хочу поблагодарить за то, что я сейчас здесь с вами нахожусь и мы записываем этот подкаст, потому что с удовольствием вас слушаю. Очень нравится ваш формат, да. Что касается книжного клуба, моего проекта, на самом деле всё началось еще в каком-то 2015 году, когда мы общались в сейчас запрещенной сети, у нас создавали книжные блоги, знакомились друг с другом, когда это всё еще только формировалось. И в какой-то момент мы с девушками из Москвы подумали, а давайте соберемся вживую. И мы так в конце 2015 года организовали живую встречу, собрались, тоже сделали анонсы, пришло несколько человек, мы организовали книжный клуб. Вот он существовал, это еще было до Books Events, потом я ушла в декрет, а когда вышла из декрета, я такая подумала, о, я хочу свой проект, свой клуб, где мы будем не просто брать какую-то книгу, читать ее и обсуждать, а чтобы здесь была разноформатность. И так я создала Books Events, как раз это целая вселенная литературных мероприятий, где у нас есть и книжный клуб, такой классический, традиционный, есть клуб прокачки классики, где мы читаем только классику, есть клуб книги перемен, это такое женское сообщество, где мы обсуждаем книги, которые как-то позитивно повлияли на нашу жизнь, здесь каждая участница делится такой своей книгой. Плюс к этому мы еще также ходим в театры, в музеи, проводим разные литературные викторины, а под Новый год у нас всегда классная новогодняя книжная вечеринка. Господи, вы так вкусно об этом рассказываете, что я хочу просто срочно стать участником, это именно то комьюнити, которого мне, наверное, не хватало. А как вообще тяжело или довольно легко давалось собрать вокруг себя большое комьюнити, построить вот это вот сообщество? Поделитесь, пожалуйста. Ну, изначально вообще это все было как хобби, как такое увлечение, просто ввела свой блог, приглашала людей, давала анонсы, люди подтягивались. Это на самом деле очень ценно, что я вижу, что люди читают, что любят книги, что их много от таких людей. Подтягиваются, вот изначально чисто было это через посты в блоге, через анонсы. Потом постепенно уже пошло сарафанное радио, люди стали звать друг друга, приходить. Два года назад, получается, я сделала сайт для своего проекта, уже через сайт стали тоже находить в поездковике просто, забивая там книжный клуб «Москва», и находить через сайт, присоединяться. То есть сейчас у нас идет разный такой поток людей из разных, так скажем, из разных направлений. Вот. Касается, что легко, нелегко, ну не знаю, мне кажется, вот притягиваются прям люди, чувствуют, идут. Рекламу я даже сейчас не даю. То есть у меня нет платной рекламы, все приходят, все узнают только через сайт и через соцсети. Вот это да. А вы его делаете с какой-то командой или только сами? Изначально я все делала сама очень долгое время. Потом, когда я уже понимаю, что я уйду скоро во второй декрет, что мне с малышкой будет меньше времени, я не смогу проводить сама вживую встречу, потому что у нас есть и направление и живые встречи, и онлайн. Я понимаю, что вживую я не смогу в первое время приезжать и проводить, и я начала набирать команду. Сейчас у меня в команде две девушки, они проводят как раз живые встречи. Мы так здорово все с ними закрутили еще больше, еще больше добавили разных активностей, чему я очень рада. А я сейчас провожу онлайн-встречи. Как здорово. Вы знаете, мы недавно проводили в наших соцсетях тоже опрос среди наших подписчиков, и в одной из них такой опрос показал, что только трое из сорока человек читают книги в рамках книжного клуба, а большинство самостоятельно. И вот вопрос, может быть, они просто не знают о тех преимуществах, что дает это совместное чтение книг, помимо просто какого-то обсуждения. Может быть, вы можете поделиться какими-то теплыми историями, которые случились в рамках вашего пятилетнего опыта, или дадить какие-то новые взгляды для них, почему именно самостоятельное чтение не всегда бывает настолько наполненным, настолько ярким событием, как, например, присоединиться к вашему клубу. Мне кажется, этот вопрос еще совпадает с вопросом, «Почему люди, в принципе, приходят в книжные клубы?» И скажу словами своих участников, потому что я периодически их спрашиваю, поделитесь, для чего вы пришли в книжный клуб. И что отвечает, во-первых, наверное, самое такое важное, это возможность обсудить книгу с кем-то, в принципе. Потому что когда читаешь, 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 особенно если в окружении нет никого, кто также разделяет твою любовь к чтению, то возникает эта самая потребность с кем-то поделиться, с кем-то что-то обсудить. Особенно есть книги, которые более сложные, и есть моменты, которые ты, допустим, не до конца понимаешь, в чем же там суть, что сюда заложил автор. А приходя в книжный клуб, ты, во-первых, встречаешься не только с каким-то одним человеком, ты встречаешься с целым коллективом, коллективом таким же заряженным на чтение, с любовью к книгам. И как раз обсуждения в книжном клубе, они позволяют, с одной стороны, глубже погрузиться в текст, глубже погрузиться в книгу, потому что ещё такой пунктик, когда ты читаешь книгу к книжному клубу, ты уже по-другому к ней относишься, уже начинаешь как-то там, не знаю, выписывать что-то, какие-то выделять цитаты, что-то искать, какие-то авторские приёмы. И когда ты обсуждаешь, то, получается, ты открываешь для себя новые пласты, особенно если это идёт как в книжном клубе, под модераторством ведущего, который направляет, особенно если это ведущий филолог, как я, например, который может ещё дать дополнительные смыслы, что-то при открытии в книге. Плюс, обсуждая это в компании, участник знакомится с точками зрения других людей. И очень часто даже бывало, когда кто-то приходит на встречу и говорит, что-то книга мне как-то не очень понравилась, я что-то в ней недопонял. И начинается обсуждение, и под конец встречи участник, этот участник уходит и говорит, книжка-то классная, книжка супер, вот что мне, оказывается, было ещё скрыто, а я это сам не понял. И только вот в процессе обсуждения эти моменты все раскрываются. Ещё очень здорово, когда на встречи приходят авторы книг, и можно с ними тоже обсудить, потому что они как раз открывают то, что они сами вкладывают в книгу. Одно дело, когда мы читаем, мы думаем, а что же там сказал автор, а что же он там на самом деле пытается до нас донести. И когда ты встречаешься с автором, и он сам рассказывает, а как вообще зародилась идея этой книги? Почему этот автор пришёл к этой теме, к этим вопросам? То, конечно, тоже книга открывается шире, глубже, и может даже вообще перевернуть твоё отношение. Это то, как раз, чем бы мы хотели в дальнейшем заниматься, потому что иногда мы втроём не можем до конца раскрыть какую-то книгу, какую-то её, может быть, основную мысль, не прочувствовать. Может быть, из-за нашего формата, потому что мы достаточно плотно читаем книги, готовимся к новому выпуску очень быстро, и читаем их достаточно оперативно. И не всегда успеваем как-то глубоко в неё копнуть, и, может быть, в этом выпуске как раз вы привнесёте для нас новые какие-то мысли по книге «Никогда не будь». Елена Рязанова – эксперт в области карьерных стратегий с 20-летним стажем в этой области. Ментор, автор курсов и спикер. Помогает профессионалам по всему миру с вопросами самореализации и кризиса карьеры. Получила образование коуча во Франции в Европейском институте управления бизнесом. Автор трёх бестселлеров о карьере «Никогда не будь» – это норм и работа, которая заряжает. Книга «Никогда не будь» написана в 2018 году и рассказывает о том, как решиться на перемены, перестать жить отложенной жизнью, как избежать корпоративного рабства, реализовать свой потенциал и стать счастливым профессионалом. Итак, книга Елены Рязановой «Никогда не будь». Как выйти из тупика и найти себя. Как вам книга вообще? Поделитесь, пожалуйста, впечатлением. Ой, книга хорошая. На самом деле я читала её, оглядываясь на как раз свой путь прохождения и становления, вообще развития Books Events как раз. И мне было интересно увидеть и примерить на себе те советы, которые даёт автор. И иногда прям включалась такая лампочка и такая, о, здорово, я же так и делала. Это было круто. Классно. Аля? Я провела анализ того, что пишут в сети о книге. Кто-то упоминает Блиновскую. Кто-то говорит, что это нудно и неинтересно и очень сильно благодарит автора за то, что произведение короткое. Кто-то говорит, настолько зарядилось, что я встала и начал делать сразу. Это книжка-органайзер. Я там писала себе на полях и вообще моя жизнь изменилась. И моё мнение, конечно, тоже всё, каждую страницу менялось, потому что сначала мне всё было норм. Мне всё очень нравилось. Потом резко я перелистываю страницу. Я не понимаю, зачем мне эта информация. Я иду дальше. И я была на эмоциональных качелях каждую страницу, каждую вообще клеточку этой книги. Если говорить о структуре, то в книге две части. Первая как не надо, вторая как надо. Третья это суммируя, подводя итоги. И в конце нам автор напомнит о том, о чём вообще была книжка для тех, кто забыл, с чего мы начали. В первой главе «Отложенная жизнь» автор заявляет, что существует три стадии отложенности. Смутное ощущение альтернативы — это первое. Второе — нереализованная мечта. И третье — человеку плохо. Далее после всех описаний каждой из стадий нас просит сделать упражнение на первых страницах сразу, прям в лоб. И говорят «Остановиться и подумать». Представьте ваш вариант развития событий, если всё пойдёт, как пойдёт. Как это будет выглядеть через пять лет? Оно или не оно? Честно скажу, я подумала, каково мне будет через пять лет, и я поняла, что мне будет по кайфу. Я наоборот такая «Блин, я делаю всё круто и правильно, меня это так мотивировало саму, я думаю «Блин, какая я крутая, как всё здорово». Единственный вопрос, который у меня остался до сих пор, про скорость. То есть, достаточно ли я в быстром темпе иду к тому, что должно со мной произойти? То есть, достаточно ли я быстро достигаю своего успеха? Я не хотела убедиться в том, что я делаю что-то не так. Я наоборот знала, что я делаю всё по кайфу. Но мне надо было понять, насколько быстро я это делаю. И я не могла понять. И мне всё время до конца книги я ждала какого-то наталкивающего на вот этот отрезок таймлайна упражнения, чтобы я так посчитала в какой-нибудь таблице моей любимой, что через сколько лет я стану популярной, знаменитой, взрослой и богатой. Не знаю, что-нибудь такое. Исходя из того, с какой скоростью я двигаюсь каждый день и какие целевые действия я делаю. Но я, к сожалению, не получила этого. И у меня поэтому осталось такое, знаете, ну вот сейчас, сейчас, сейчас всё будет. И книжка закончилась. И я такая, блин, ничего не произошло. Почему? Это очень меня расстроило. Я пришла к философской мысли о том, что каждый из нас сам определяет, по кайфу ему это скорость или не по кайфу. Мне очень близка тема времени, насколько мы действительно в каком темпе движемся. И я думаю, что это действительно зависит вот от каждого из нас. Но у меня тоже такой запрос есть. Я постоянно над этим размышляю и думаю, а быстро ли я всё делаю или наоборот, очень медленно. где вот эти вот границы, как это всё оценить. А что касается книги, для меня она тоже показалась такой несколько... Не попала она мне в то время, в которое нужно. То есть уже такое ощущение было, что я это всё прошла. Хотя там есть несколько моментов, которые прям как такой пиночек, напоминалки. Вот я люблю книги такие даже читать за то, что они напоминают о чём-то. Например, что... Из цитаты, да, «Опасно жить в ситуации бесконечного взвешивания решений, так как это отнимает очень много энергии». И это же действительно так, когда мы на чём-то зависаем и думаем, а сделать нам это или сделать это? Пойти нам туда или лучше сюда? И если мы очень долго на этом циклимся, это действительно отнимает бесконечный просто океан энергии. Но как только мы сделаем решение, примем какое-то решение, всё у нас как гора с плеч сваливается. И ещё один важный момент, она, кстати, про это не говорит, но я уже по личному опыту это знаю, что как только мы принимаем какое-то решение, то у нас уже вся жизнь начинает подстраиваться под это решение, и мы находим кучу плюсов тому, что мы приняли это решение. Куча нам возможностей открывается именно к этому нашему решению. И это очень здорово. Это стопроцентная информация, подтверждаю вообще каждое слово абсолютно. Это так, это правда так. А что касается ещё некоторых моментов, где меня зацепило немножко, потому что Елена, автор Елена, она не то, что не рекомендует это делать, но как-то скептически к этому относится, а я читаю и понимаю, так это же про меня, почему она так к этому относится. Ну, я потом поняла, в чём её фишка, но сейчас расскажу вначале свои примеры. Первый момент — это про вот это упражнение, точнее, не упражнение, а совет, да, который рекомендуют многим. Загляните в своё детство, посмотрите, может, вы там что-то делали, что вам нравилось, и, возможно, это вас приведёт к сегодняшней реализации. И, по сути, у меня так и произошло, потому что я заглядывала в своё детство, я делала это упражнение, честно. И, действительно, то, чем сейчас я занимаюсь, оно во многом отражает то, что я любила делать в детстве. Это организовывать разные мероприятия, там, устраивать концерты, собирать вокруг себя людей. Но я понимаю, конечно, что это не у всех срабатывает, то есть это как один такой способ, который можно попробовать. А второй момент был про то, что не всегда хобби можно превратить в свою работу, работу, да, в свой бизнес. А у меня, по сути, так происходит сейчас, и поэтому меня тоже так немножко задело, что это тоже возможно на самом деле. Нельзя ставить такой крест, что вот хобби нельзя вывести в работу, какой бы это идеальной картинкой ни казалось. Всё возможно, опять же, всё зависит от самого хобби, от твоих возможностей, от твоих ресурсов. Главное — знать вот эти все инструменты и пробовать, пробовать, делать, что получится у тебя. Панацеи никакой единой нету, но можешь для себя испробовать и выбрать то, что подойдёт именно тебе и в твоей жизни. Я хотела бы немного поговорить о одиннадцатой главе. Называется она «Создам что-то своё. Как не попасть в рабство к собственному бизнесу?» И я, как владелец маленького свечного заводика, хочу это обсудить. Я в прошлом выпуске рассказывала о том, что у меня наконец-то сбылась мечта, и я сделала первые шаги в сторону того, чтобы у меня был свой собственный бизнес, своё собственное производство. Я делаю очень-очень маленькие свечки фактически своими руками и занимаюсь их сбытом и реализацией, скажем так. И мне очень-очень вовремя попалась на глаза эта история, потому что я вчера нашла себя сидящей на диване перед ноутбуком ночью, лепящей картинки для социальных сетей, этих свечей, и я поняла, что я это делала четыре дня без остановки, потому что всё не очень классно, всё хочется ещё красивее, нужно сидеть, пока с ума не сойдёшь, пока твои глаза не высохнут. Не знаю, тебе нужно ещё решить 200 вопросов с поставщиками, и ты сидишь постоянно на каком-то стрессе, что вот сейчас, если ты не перестанешь это контролировать, то всё пойдёт не так, как надо тебе, а ты не знаешь, как правильно, и ты гуглишь параллельно, что тебе надо делать, и у тебя какое-то постоянно бесконечное вот это чувство, что чего-то недостаточно ты делаешь. И Елена говорит мне, моя хорошая, давай сделаем практику, и я говорю, давай. Практика звучит так. Как не превратить свой бизнес в каторгу? Первое. Убедитесь, что ваша тема представляет для вас интерес и источник энергии. Тест миллионеров хороший индикатор. Если бы у вас был миллион, эта тема в вашей жизни продолжалась бы? Я сразу вспомнила, как недавно я делала с коучем эту практику, и она мне сказала, чем бы ты занималась? И она ожидала, что я скажу, помогала людям, там типа, не знаю, что-то такое. А я сказала, я бы делала духи или свечки. И она такая, ну это как-то типа не глобально. Я говорю, нет, это глобально для меня, извини, пожалуйста. Ну, короче, я поняла, что да, я бы этим занималась, и моё упражнение и двигается в нужное русло. Я такая, так, супер. Мы на грамотных каких-то шагах сейчас остановились, давай дальше. Второй пункт. Убедитесь, что ваша роль на полную катушку задействует вашу силу и уникальность, а ваши слабости и несовершенства для вашей роли не критичны. И здесь я тоже поняла, проанализировав свою деятельность, что я полностью делаю то, что соответствует моим сильным сторонам. Я люблю заниматься продвижением в социальных сетях, раскруткой всяких штук. Мне это супер нравится, и я это классно делаю. И я вижу результаты, которые я даю своим клиентам, там, не знаю, своим друзьям. Я понимаю, что я могу это сделать и для своего маленького бренда, и классно, и это классно получится, и это то, что я задействую на полную силу, а то, что у меня получается не очень хорошо, я делегировала, и это офигенно. И ты понимаешь, опять же, это опять тот был момент, когда я поняла, блин, какая я классная, как я все делаю правильно. Это вообще, короче, эта книга меня очень сильно подбадривала. Третий пункт. Убедитесь, что этот бизнес имеет серьезный смысл на тему значимости и смысла. Даже если не получится, будете ли вы все равно гордиться, что делали это? И я снова такая, да, я точно буду собой гордиться, потому что я очень долго к этому шла. Четвертый пункт. Убедитесь, что у вас нет иллюзий насчет баланса и релакса. Начинать бизнес для баланса и релакса все равно, что с теми же целями родить ребенка. Но помните, и другое, все можно подстроить под себя, ведь жизнь слишком покоротка, чтобы тратить ее на нелюбимое дело, пусть и на свое. И это тоже абсолютная правда, и я тоже это проанализировала и поняла, что я завела собственное дело, чтобы сидеть на диване до 12 часов ночи и править картинки до утра. И мне это нравится, и я кайфую. И, конечно, это все неправильно, я буду перераспределять свое время, свои ресурсы, свои силы для того, чтобы отдыхать, и чтобы не офигеть, с ума не сойти. Но тут, конечно, важный момент. Наше любое начинание, в принципе, требует нашего большого внимания. Если вы готовы работать, у вас все будет получаться 100%. Если вы будете откладывать, у вас ничего не получится. Читая первые главы, я подумал о том, и вот книга прям вот такая, типа, говорит тебе, подумай о том, туда ли ты идешь. И это достаточно важные вопросы. И я не скажу, что я, скажем так, использовал какие-то советы, чтобы помочь себе. Я больше помог себе мыслями из этой книги. То есть вот эти вопросы, которые задаются, о которых уже говорила Аля, остановитесь на минуту и представьте ваш вариант развития событий, если все пойдет, как пойдет. Вот эти вопросы самые важные. Как это будет выглядеть через 5 лет? Оно это или не оно? Читая эту книгу, я все это пропустил через себя и такой, блин, я иду, куда мне нравится. Я занимаюсь тем, чем мне нравится. Конечно, может быть, не в полной мере, в том плане, что я всегда хотел быть там ближе к кино, ближе к режиссуре, но сейчас я, в принципе, занимаюсь классным делом. Мне со временем стало абсолютно неважно, занимаюсь я конкретно кино или я в целом вокруг вот этой всей съемочной сферы кручусь. И вот я остановился, сделал упражнение. Скажем так, для меня оно было проходящим, но ты на нем останавливаешься, потому что упражнение было таково. Посмотрите на часы и запишите момент и дату, в которую вы остановились, подумали и приняли решение, что вы сейчас будете менять свою жизнь. Если вы чувствуете, что вам надо, вы не туда идете, вы можете остановиться и понять, что, и подумать об этом. И принять это внутри себя и сказать, да, действительно, я иду не туда. И здесь Елена в книге никогда-нибудь нам описывает три подвоха. Первый – это загруженность создает иллюзию успеха. У меня еще, знаешь, какая мысль, когда я это прочитала, возникла? Моя загруженность, которая создает иллюзию успеха, это то, что я думаю, так, окей, в день у меня, значит, я делаю, там, занимаюсь продвижением своего фильма, там, написать нужно вот тому-то. Так, еще нужно сделать по продвижению подкаста вот такие вот пункты. И я делаю то-то-то. И вроде как продвижение, оно как бы очень семимильными шагами идет. Но зато у меня же загруженность, и я вроде как целый день поработала, я так сильно устала. И это действительно создает иллюзию успеха, потому что когда нет четкого плана, создается просто вот этот хаос из задач. Следующий подвох. Загруженность создает иллюзию смысла, что вытекает из успеха. То есть ты постоянно загружен, и ты такой, я делаю важное дело, я постоянно загружен, и так далее, и тому подобное. Вот. И здесь мне тоже понравилась практика. Периодически включайтесь сами, а для этого почаще поднимайте перископ, как выразилась автор, и любым способом выныривайте из своих плотных, забитых туду-листов и обнуляйтесь. Смотрите на свою жизнь как бы со стороны, с дистанции. Вот. И она здесь описала, что она любит подниматься в свой день рождения и смотреть как бы чужими глазами на это. Я почитал это такой. Практика классная, посмотреть на свою жизнь чужими глазами. Но зачем смотреть на свою жизнь чужими глазами, если ее живешь ты? Тут момент такой, что в любом случае ты сам будешь оценивать свою жизнь, даже если ты посмотришь на нее другими глазами, ты все равно будешь ты. Это как внутренний разговор с самим собой, это как утренняя практика утренней страницы, если вы про нее слышали, когда ты утром встаешь и просто выплескиваешь все, что у тебя в голове на страницу. Это то же самое. Это то же самое, как работа, психологи работают, часто бывает, с метафорическими картами, когда тебе открывают карту, на ней что-то нарисовано, а каждый человек по-разному видит и для себя ведет вот этот разговор, отвечает на вопросы и находит для себя ответ все же внутри себя. И вот это то же самое. Я так поняла эту практику, мне прямо она так отозвалась. Возможно, я просто докапываюсь до этих, до формулировок немножечко. Я очень такой, да, дотошный в этом плане. Но это, знаете, у Джулии Кэмерон, у нее есть книга «Путь художника». Вот я периодически провожу по ней такие марафоны, там 12-недельная система с разными упражнениями. Это тоже такое погружение в самих себя. И там есть у нее очень такое упражнение интересное. Придумайте, значит, воображаемых друзей себе, условно, разных. Это могут быть кто угодно, не знаю, ваши любимые персонажи или какой-то значимый человек в вашей жизни. И периодически с ними разговаривайте. Ну, я знаю, что сейчас это, наверное, звучит как-то дико, а для меня тоже это вначале звучало дико, пока я сама не попробовала это упражнение. Поэтому совет иногда просто берите и делайте. Так вот, периодически проводите с этими воображаемыми друзьями, персонажами разговор, и они будут со своих как бы вот этих точек зрения, которые, опять же, это ваши точки зрения, рассматривать проблемы под разными сторонами. Это вот такие психологические штучки. Я, так как не психолог, я не знаю, как они работают, но они работают, и это круто. А, по-моему, мы еще в прошлом выпуске по книге Кэролайн Форрен «Уверенность» тоже об этом говорили, что когда хочется чуть мягче относиться к себе, нужно представить, чтобы, допустим, на какую-то эту ситуацию как бы мы сказали нашему другу, а не себе, когда мы себя жестко критикуем и, не знаю, ставим себе слишком большие и строгие рамки. Вернемся ко мне. Третий подвох. Загруженность сужает кругозор и создает профессиональный туннель, из которого сложно выбраться. Вот тут я нашел себя. Абсолютно. Потому что я тружусь над видео для Ютуба, и они все, к сожалению, одинаковые. И вот в этот момент ты из-за того, что они одинаковые, из-за того, что это рутина, из-за того, что это, к сожалению, занимает не 10 минут, а иногда и целый день, ты сидишь и ты устаешь. И у тебя уже нет сил на то, чтобы изучить чего-то новое. Но это надо делать, потому что это, во-первых, по моим ощущениям, опять же, ты начинаешь дышать свежим воздухом просто как будто, потому что ты посмотрел, изучил какие-то приемы в своей там работе или не работе, узнал что-то новое, узнал, что у тебя там появилась какая-то новая программа, которая позволяет тебе делать то, что ты делал за 5 минут, а не за 30 часов, условно говоря. И это достаточно важная такая история. И еще мне хотелось бы сказать об одной классной вещи, которая у меня сложила небольшой пазл, который я собирал некоторое время, продолжительное. В следующей главе, третий миф о корпоративном радосте, есть вот такая классная фраза. Том Питерс в книге «Человек-бренд» предлагает каждому перестать рассматривать себя как сотрудника по найму или часть компаний. А вместо этого видеть в себе отдельную корпорацию. Он даже вводит термин «я корпорация». Я много раз уже поднимал вопрос о том, что нас пытаются разобщить, это мое мнение, что нас в обществе пытаются разобщить, что мы каждый индивидуальный, каждый личность, и мы можем сделать все самостоятельно и так далее. Я говорю о том, что ну можем, но не все. Я как раз тот человек, который иногда чувствует себя рабом корпоративного мира, потому что у меня стабильный такой график, такой, знаешь, от звонка до звонка, офис, определенное количество дней в неделю, и когда я прочитала вот эту цитату, она просто вызвала у меня какой-то невероятный шок. Автор приводит цитату. «Я корпорация, это совершенно меняет дело. Если вы корпорация, у вас есть свой бизнес-план, свои ресурсы, своя репутация, и вы не просто ходите сюда на службу, у вас здесь контракт на выполнение работ, и пока сделка вас устраивает, вы здесь». Меня очень сильно зажигает эта фраза, потому что она дает какой-то новый стимул, очень осознанное состояние, почему я хожу на работу, и почему я сама выбираю ходить туда. Часто бывает вот это вот ощущение, когда мы общаемся с друзьями, и обсуждаем какой-то вот этот термин нелюбимая работа, что это значит, если мы все сами ее выбираем, может ли она быть тогда нелюбимой, и почему мы тогда на нее ходим? И вот эта фраза дала мне какие-то такие глобальные мысли. Я очень часто задумывалась о том, что такое нелюбимая работа, и постоянно внутри себя порицала своих родителей за то, что они ходят на нелюбимую работу, и, как это сказать, ставят себя в положение, в котором они жертвы. Потому что я никогда не считала, что если человек сам туда ходит, он жертва. Типа ты в любом возрасте, в любом состоянии, почти, ладно, 99% людей могут что-то изменить, если им это не по кайфу, как говорится. Юлия, были у вас какие-то еще техники, которые вас впечатлили из этой книги? Ну, мне очень всегда откликается одна история, и мне очень отрадно, что в этой книге она тоже есть. Это то, что помогло именно мне сделать вообще шаг к открытию своего проекта, потому что перед стартом было очень много сомнений, каких-то страхов, а вдруг это никому не будет интересно, а вдруг я не справлюсь, и так далее. И то, что мне помогло, это вот идея маленьких шагов. И как раз Елена тоже про это говорит, и рекомендует сделать свою какую-то нереальную, пока еще кажущуюся нереальную мечту реальной целью, это сделать первый шаг. Может быть, совсем каким-то крохотным, но просто, не знаю, даже можно вот так вот закрыть глаза и ступить туда, где пока еще ничего не понятно. Но тем самым мы запускаем режим действия. Режим действия тоже, считается, тату от Елены, именно здесь происходят поиски себя, открытия, понимания сильных сторон. Это и есть жизнь. И это тоже очень здорово, прям до мурашек пробирает, потому что, действительно, если мы только все мечтаем и мечтаем о чем-то глобальном или не очень глобальном, и думаем, как же нам будет там хорошо, но без действий мы туда просто никогда не придем, никогда не доедем. И тут главное, не пугаться, что не ставить сразу каких-то глобальных шагов, а разбивать это все на маленькие шажки и каждый день просто делать этот маленький шажок. И тогда дорога становится более такой легкой, интересной, зазывающей, увлекательной и приведет тебя в итоге к тому, о чем ты мечтаешь. Мне еще очень понравилась практика «Альтернативное расписание», которое Елена предлагает делать в своей книге, когда мы делим страницу или берем там, не знаю, лист, делим его на две части, слева мы прописываем свой день в реальной жизни, как мы его проживаем, пунктиком, что мы делаем, а справа мы прописываем тот же день, но в нашей какой-то жизни мечты. и потом сравниваем, а что же нам не хватает собственно, каких ресурсов, чего не хватает, чтобы жить вот этой жизнью мечты. И на самом деле бывает, что оказывается не хватает буквально каких-то мелочей, о которых мы просто не задумывались. И достаточно их только впустить в свою жизнь и жить так же. Как это проявляется в моей жизни? А вот как раз наверное так и проявляется, что я однажды задумалась, как раз и вот подставила перед собой этот вопрос, а что я могу сделать уже сейчас, чтобы жить той жизнью, о которой я мечтаю. То, что есть в моей жизни в голове, я могу делать уже и сейчас какие-то минимальные шаги. В частности, это было связано с заботой о себе, это какие-то массажи, практики и всё в таком духе. и я поняла, что я как-то забивала на себя в какой-то момент, а вот в моей идеальной жизни я там просто бы себе позволяла, не знаю, ходить в спа, на маникюр, там ещё куда-то, ухаживать за собой. Вообще такие девичьи моменты и в какой-то момент я просто понимаю, что я могу это делать и сейчас, просто почему-то я это не делаю. То есть для меня это какой-то аплевел и постепенно я начала внедрять какие-то моменты в свою реальность и сейчас всё очень так хорошо обстоит и я довольна и радостна и думаю, почему же я не сделала это раньше. А я, кстати, я сделала это упражнение тоже, я хотела про него рассказывать, но я поняла, что я не смогу про него рассказать, например, с той стороны, с которой Юлия поделилась. Почему? Потому что там упражнение суть в чём? Написать с левой страницы как у тебя сейчас, с правой, как бы ты хотел, а наверху должна измениться сумма на счёте по факту. То есть слева это сколько у тебя сейчас в кармане, а справа это сколько бы ты хотел. там вот столько денег, а не столько, сколько сейчас. Я написала себе столько, сколько я хочу. И я поняла, что мой день вообще не изменился. И то есть у меня вот она, как я работала с левой страницей, так я и работаю с правой страницей. Ничего не изменилось. Ой, у меня знаешь, как проявилась эта практика? Я когда посмотрела на, сравнила эти два списка, я поняла важную вещь, что те вещи, которые я хочу делать, когда у меня там будет условно заработок больше миллиона рублей, они в целом бесплатные, потому что в том списке было пойти поработать в классный каворкинг, либо устроить себе вечер с друзьями. Это вещи, которые действительно бесплатны. Ты можешь устроить киновечер с друзьями прямо сейчас. И это очень классное осознание, поэтому я прям очень благодарна этой главе, в этой книге. Ещё один момент, который бы я хотела озвучить, это про вопрос, выживаешь ты или развиваешься, что ты хочешь выживать или развиваться. И Елена приводит такой пример из своей жизни, когда она выбирала помещение для офиса своей компании, и у неё было два варианта, либо какой-то там похуже и второе в очень классном бизнес-центре, просто шикарно, роскошно, куда смотришь, и сразу туда хочется прийти. И, конечно, сердце просто тянет туда, а разум тебе говорит, ну, послушай, у тебя ещё будет сейчас твой бизнес обкатываться, ты не знаешь, много рисков, ты не знаешь, чем там всё обернётся, ну, зачем тебе тратить деньги и инвестировать их вот в этот дорогой офис, давай посиди вот в этом маленьком помещении, а потом, если всё пойдёт хорошо, то ты тогда уже переедешь в этот большой офис. Она встретила риэлтора, который раздавал ей это помещение, и он сказал ей, что ты вообще чего хочешь, ты хочешь выживать или ты хочешь развиваться дальше. И этот вопрос, действительно, он очень важен в нашей жизни, и я тоже его себе задаю, может, не в такой формулировке, но всегда стараюсь думать из разряда, а что вот мне действительно хочется, я хочу по минимуму, да, вот так вот тихонечко-тихонечко, или я хочу всё-таки заявить о себе, вшагнуть, не знаю, рискнуть, но получить больше. И я считаю, что это прям, ну, все должны об этом тоже задумываться. Техника, которая меня очень поразила, это техника ключ-кармане, она дополняет миф о корпоративном рабстве, и важная мысль, которую мне хочется процитировать из книги, это то, что, когда вы возьмёте управление на себя, станет ясно и очевидно, вы справа находитесь на работу, потому что вы сами это выбрали, вы сами решили, что каждое утро с 9 до 18 вы находитесь в этом месте. Страдаете вы или нет, это не важно, двери всё равно открыты. И чтобы это уложить в голове, автор предлагает проделать технику с ключом. Если вам кажется, что вы в тюрьме и выбора нет, найдите простой железный ключ, положите его в карман и идите в офис. Он будет напоминать вам о том, что если вы и в тюрьме, то ключ от неё именно у вас, не у вашего босса, не у босса вашего босса и не в потайном сейфе у охранника. Я проделала эту технику в течение недели и готова поделиться, что это то, что для меня стало максимальным бустом к осознанности. Когда нам кажется, что нам не дают развиваться, грузят глупыми задачами, мы вспоминаем про этот ключ в кармане и даже если нас критикуют, мы помним, что ключ у нас в кармане. Даже если нам дают неинтересные задачи, мы помним, что ключ у нас в кармане. Вот что пишет автор. Пересесть за руль страшно, но настоящие перемены происходят именно в этот момент. Не когда за вами закрыли двери офиса, а когда вы решили, что дальше вам никто ничего не должен и всё происходящее результат вашего собственного выбора. В заголовок книги как раз вынесен вопрос, как же выйти из тупика и найти себя. Какие же самые главные мысли мы можем обобщить, чтобы помочь нашим слушателям также переключиться в режим действия, а не режим отложенной жизни? Во-первых, конечно, это делать те самые мелкие шаги, про которые я говорила, маленькие шажочки, но которые уже будут вести вас к цели. И действовать. Не замирать, не жить постоянно, обдумывая что-то, а именно действовать. принимать решения, потому что если мы будем долго сомневаться, долго думать, сделать мне это или нет, это будет занимать у нас очень много времени. Брать на себя ответственность, потому что как только мы берём на себя ответственность, мы понимаем, что жизнь вот она наша, и мы тогда можем по-другому к ней относиться. И ещё тоже одна такая рекомендация, которая есть и в книге, и которая есть и от меня лично. Если вдруг вы понимаете, что где-то застряли, что у вас нет мотивации, или что вам лень что-то делать, вам хочется просто лежать на диване, то задумайтесь, а действительно ли это лень, или может просто вам нужно зарядить вашу батарейку. А закончить хочется цитата из книги. Мы живём в режиме никогда-нибудь годами, откладывая настоящую жизнь. Неосознанно мы ждём, когда же произойдёт то, что поможет нам сдвинуться с места. Чем дольше мы живём в этом режиме и ничего не делаем, тем сложнее что-то менять. Только от нас зависит, как мы распорядимся своим потенциалом, нашими амбициями и интересами. В любой стадии отложенности мы можем принять решение остановить этот сценарий. С вами были Юля, Аля, Артур и наши гости Юлия. Всем пока. Ура. Спасибо. Всем спасибо. Пока-пока. Пока. 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 Пока.